Недовольны? Уходите! Дональд Трамп упростил процедуру увольнения американских госслужащих. И если раньше избавиться от неугодного сотрудника сложно было даже президенту, то теперь глава государства кардинально изменил правила. Кому скажут с вещами на выход, выяснял Дмитрий Анопченко. В Америке не так уж и много чиновников федерального уровня. 3 миллиона на 300 миллионную страну. На госслужбу приходят не за заработком, в бизнесе зарплаты больше, а за влиянием. И работать на государство действительно престижно. Страховка, много льгот, а еще уволить чиновника было практически нереально. Но сейчас правила изменены и резко. Дональд Трамп подписал серию указов, которыми и упростил увольнение чиновников, и одновременно урезал права профсоюза госслужащих, которые раньше ни уволить, ни сократить никого не давал. Раньше увольнение кадрового чиновника в среднем до года занимало, если он не согласен уйти по собственному. С одной стороны, это не давало новым начальникам перетряхивать кадры, избавляясь от неугодных и набирая любимчиков. Министры менялись, а в аппарате оставались все те же люди. С другой, действительно делала систему неэффективной. Ведь попрощаться с ленивым бюрократом и вправду было почти невозможно. Чем дольше он в должности, тем сложнее указать на дверь. Комментируя происходящее, в Белом доме говорят, мол, все правильно, президент Трамп выполняет свои предвыборные обещания, делает государственную систему эффективнее. А вот Федерация американских госслужащих, которая треть чиновников страны объединяет, уже говорят о наступлении на демократию. У тех, кто на должности давно, Трамп сейчас отобрал преимущество перед новичками, теперь все равны. Предусмотрел в указе 30-дневный срок, чтобы исправиться, если твоей работой сверху недовольны. И шаги вроде бы правильные, и люди готовы их поддержать. Но многие опасаются, что новые указы окружение президента используют, чтобы зачистить администрацию от нелояльных, которых во властной команде по-прежнему хватает. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.